Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Лидия и в этом видео я бы хотела поделиться мотивацией, работой над собой и также нахождение во всем этом баланса. Бегом или йогой, а также возможно добавление в свою жизнь творчества или какого-то хобби, вот. И начну с вопроса, что у меня мотивируется. Согласно Оксфордскому словарю, Human Motivation — это процесс, в котором активизируется и направляется, укрепляется устремление к достижению какой-либо цели, это будь то создание картины или любой работы или любой активной деятельности для достижения какой-либо определенной цели. Свои цели я бы охарактеризовала как долгосрочные, перманентные и маленькие, которые помогают добиться долгосрочных. Например, моими перманентными целями является поддержание здоровья как физического, так и миндального, а как краткосрочные цели мне помогают как раз добиваться моих долгосрочных целей. Например, чтобы прочесть целую книгу, мне нужно читать n определенное количество страниц в день. Вот. И также возвращаясь к вопросу, что меня мотивирует. Меня больше всего мотивирует эта среда, в которой я нахожусь. Это могут быть люди, а также мое рабочее, мое рабочее пространство. И я могу замечать свой результат, прогресс от какой-либо деятельности. Ты замечаешь какой-то небольшой результат, например, будь то спортивный, ты становишься более выносливым в какой-либо деятельности. Или у тебя повышаются навыки в каком-то своем творчестве или в каком-то хобби, будь то занятие музыкой или занятие рисованием. Также я раньше не знала, но после проделанной какой-то работы нужно себя поблагодарить. Например, вы прочитали книгу или сделали дело, можно после этого прослушать, послушать музыку или съесть какое-то небольшое лакомство, какой-то сухофрукт. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Если я себя не похвалю, то меня еще похвалят. Это первый пуф, который я пробую. Он с писташкой. Вот. Интересно, какой он. Ускрытие показало, что он зеленый. Пармель, это определенно были бы эти фисташковые пуфы. Или включить любимую музыку и также с ней прогуляться. У каждого должен ответить для себя, что он помогает найти эту гармонию и баланс. В моей гармонии жизни я поняла, что мне важен физические активности, спорт, пребывание на свежем воздухе, прогулки с собакой, также учтение и общение. И когда ты читаешь, ты вроде бы пребываешь сам, но в то же время ты находишься с интересным человеком, который решил, что ее написал. Отношения с другими людьми, которых вас окружает, проанализировать ситуацию, которую вы имеете в настоящий момент, посмотреть на ваше окружение и подумать над тем, что вам нравится в нем, а что нет. Также, возможно, вы найдете в себе что-то или в вашем окружении, вы можете его как бы сузить или наоборот расширить. Также в достижении состояния гармонии помогает просмотр зелени или природы, а также всегда, будь то с косметикой или без косметики, с высыпанием или без посыпания, также с лишним весом или нелешним, но это все равно тоже работа над собой, принятие себя таким, какой ты и есть. Вот сейчас я даже снимаю это видео и абсолютно без косметики, хотя раньше я себе не могла выйти, например, без консилера или какой-то небольшой косметики, которая могла бы меня немного приукрасить. Возможно, у вас получится провести такой небольшой баланс аудит жизни, будь то в творчестве, здоровье, спорте, саморазвитии, карьере, окружении с другими людьми, семье, отношениях и новых впечатлениях в путешествиях и распределение времени на все эти аспекты бытия и части, и задать такой весьма интересный вопрос, на что уходит часть вашего времени, на что вы тратите больше всего, и отвечая на этот вопрос, это помогает понять, на что действительно у вас происходит в жизни и на что у вас больше всего времени забирает. Несколько дней подряд записывайте, на что и сколько времени у вас ушло времени. Память у нас бывает периодически обманчива, а если вы все это запишите, это поможет понять, на что у вас тратится ваше время и энергия. И еще такая мысль, она, конечно, весьма не нова, но если совершенствовать этот мир, то нужно начать себя, и ты должен начать работу непосредственно с себя. И тогда какая-то часть твоего окружения и тебя также меняется. Также мне помогает сосредоточиться и распределить приоритеты, расписав список дел дня и в конце зачеркнуть то, что у меня получилось преодолеть в тот или иной день. Также иногда полезно пройти какие-то тесты, например, тест на музыкальный слух. Свой небольшой кругозор знаний также расширяешь и понимаешь какие-то другие аспекты. Я вчера проходила музыкальный тест, и так я узнала о нескольких интересных авторах. И также чтение интересной науки, книги или какие-то журналы. Я нашла интересную парочку журналов с художественной тематикой. И также такое помогает найти какую-то мотивацию, то есть те, которые вас интересуют. Вот, сейчас это искусство, и красоту это я нарисовала буквально, может быть, в прошлом году. Вот, так что... Сегодня я остановилась на красоте жизни, просто наблюдением за тем, как колышется трава, зелень и просто вот такие жизненные мелочи. И мне даже сегодня было приятно работать на огороде. Правда, у меня сейчас я чувствую усталость в спине, но это такой приятный труд. Нахождение на воздухе, и я чувствую, как клеточки кожи напитались кислородом, и это обогащает тебя внутренне и пребывание на природе, а также полезное воздействие на природу, не разбрасывание мусора или сигаретных окурков и тому подобного, какую-то пользу, по типу полить цветы или дать удобрение растениям, покормить птиц и тому подобные маленькие вещи. Сейчас много отдыхаю, вот, медитирую и разговариваю с камерой. Я поняла, что мне этот процесс, он как-то успокаивает, я фиксирую какие-то моменты жизни. Жизнь продолжается, особенно если с добавлением какао, шоколада, то тогда каких-то приятных сладостей приятных сладостей. И еще перед сном мне помогает прослушивание какой-то классической музыки, например, это может быть Шопен, Ди Бюсси или Бах или Бетховен. Иногда мне не хочется слушать, даже бывает классическую музыку, потому что просто можно включить звук водопада или воды, или дождя, или просто журчание воды, или мурчание. Мурчание также полезно для прослушивания. И еще у меня тут в кадре маленькая кошечка. Муя! Муя! Она хотела ко мне на руки сюда зайти, когда я снимала это видео, но я ее не пустила. Вот. Она будет здесь красоваться. У меня почти на ладошке. И спасибо за просмотр этого видео. Я думаю, оно было полезным и интересным. И до скорых встреч. Пока-пока. Что ты сделала, музя? Что ты сделала? Ты порвала все это. Муся, ты порвала подушку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok